Сегодня мы продолжаем наш разговор о социальной философии современного марксизма. Я подчеркиваю, в данном случае мы вам представляем с моими коллегами не просто учебник по историческому материализму образца 1970 какого-то года или 1950 какого-то года, я уж не помню, когда первые из них выходили, наверное, все-таки даже позже, а скорее версию социальной философии, философии истории, которую разрабатывают представители постсоветской школы критического марксизма, ну вот в том числе и Бузгалин, как один из ее представителей, автор сегодняшней лекции. В прошлый раз мы с вами говорили о простейших понятиях, таких как производительные силы, производственные отношения, способ производства, общественно-экономическая формация, базис и надстройка. Я подчеркивал проблемы прямого и обратного взаимодействия производительных сил и производственных отношений, экономики и сферы политики, культуры. Несколько слов удалось успеть сказать о особом месте культуры, как процесса открытого и инвариантного в различных общественных системах, с одной стороны, и подверженного, естественно, давлению со стороны господствующей экономико-политической и идеологической системы, с другой стороны. Вот я сейчас очень коротко напомню ключевые из этих положений. Одно из них состояло в том, что производительные силы – это средства производства, на современном этапе машины, оборудование, здания, сооружения, инфраструктура. На современном этапе это еще и информация. Вот эти средства производства в единстве с человеком как работником – это простейшее определение производительных сил. Но производительные силы – это еще и определенный способ взаимодействия общественного человека с природой, Это еще и наука и многое-многое другое. Поэтому эта богатая категория с точки зрения марксизма в рамках общественного, экономического мира определяет развитие производственных отношений. В качестве производственных отношений мы с вами говорили о том, что это определенный способ связи производителей и потребителя. Например, натуральное хозяйство, когда вы сами съедаете все, что произвели. Это может быть рынок, когда вы производите для другого частного лица и получаете продукты, средства производства исключительно посредством обмена между обособленными частными независимыми производителями, действующими в системе общественного разделения труда. Это может быть плановое хозяйство, это может быть открытое распределение неограниченных благ, так как мы поступаем с культурными ценностями, на которые нет патентов. Ну или действует правило копи-лефт, когда каждый может воспользоваться бесплатно любым культурным достижением. Отсюда я напомнил правило левых. Если можно раздавать не теряя, то продавать нельзя. Еще разочек. Если можно раздавать не теряя, как с культурными благами, то продавать нельзя. Это одно производственное отношение. Второе, это способ соединения работника со средствами производства. На одной стороне хозяин средств производства, на другой стороне мы работники. Ну, кстати, может быть, кто-то из хозяев средств производства нас тоже слушает, так что тогда извините, что я вас не на ту сторону поставил. Впрочем, это маловероятно. Итак, значит, собственник средств производства и работник. Отношения могут быть разными. Может быть, личная зависимость, крепостничество, рабство, азиатская деспотия, поголовное рабство. Может быть, наемный труд и частная собственность на капитал. Может быть, свободная ассоциация производителей, которые совместно присваивают общественные блага. О последнем мельком сегодняшней лекции, поскольку о коммунизме я лекцию читал особо на канале Альтернатива, в университете на эти темы лекции читать не положено. Ну, как бы не рекомендуется, скажем так. Не запрещают, но не рекомендуют. Вот. Соответственно, взаимодействие предполагает, что производительные силы определяют производственные отношения. Если ручной труд и ручные примитивные орудия труда, то будет натуральное хозяйство и в ней экономическое принуждение, личная зависимость. Если машина, то капитализм. Если свободная творческая деятельность, то, по идее, должен быть коммунизм. Но пока все по-другому. Почему? Опять-таки чуть-чуть позже. Но есть и обратное воздействие, когда производственные отношения стимулируют или не стимулируют развитие производительных сил, причем в определенном направлении. Еще раз говорю, стимулируют или очень слабо стимулируют и в определенном направлении. О чем идет речь? Берем современную капиталистическую систему. Капиталу надо снижать издержки и увеличивать прибыль. Один из простейших способов удлинить рабочий день, повысить интенсивность труда. Но за пару сотен лет этот способ капитал исчерпал. И с 18 века капитализм в 16 веке начинается в Европе, достаточно активно развиваться. А элементы его еще раньше развиваются. Так вот, с 18 века начинается индустриализация, потому что пар, станок, а в перспективе система машин, конвейер дают гораздо большую производительность, снижают издержки и позволяют выигрывать в конкурентной борьбе. Так капитал стимулирует технический прогресс и стимулирует активно. И об этой прогрессивной роли капитализма Маркс и Энгельс пишут еще в манифесте Коммунистической партии, потом подробнее об этом пишут в Капитале. Но это производительные силы, которые ориентированы на максимизацию производства вещей, а не на развитие человека, и уж тем более не на диалог человека и природы. Это производительные силы, которые подчиняют человека. Работник становится частичным, придатком машины, придатком конвейера. Эти производительные силы производят огромное количество вечного богатства, разрушают среду и разрушают человеческие качества. С какого-то момента начинается и другая тенденция. Люди развиваются. Для производительных сил индустриальной системы нужны и работники с достаточно высоким уровнем образования и культуры. Причем, чем дальше, тем больше. Этот человек осознает свое положение. И индустриальные рабочие, тем более поздние, работники более квалифицированные, более культурные, начинают бороться за свои права. Героически борется индустриальный рабочий класс в 19 и 20 веке. К нему подключается очень широкий слой других представителей, наемных работников. Возникают экологические движения и многое другое. Меняется способ взаимодействия. Капитал вынужден делиться, вынужден корректировать свою логику развития производительных сил. Создавать экологические ограничения и так далее. Тем более, что в какой-то момент сама буржуазия начинает понимать, что она загнала всех, в том числе и самих себя, в очень тяжелую ситуацию. Вот, пожалуйста, это обратное влияние производственных отношений и даже политической борьбы на положение производительных сил, на развитие производительных сил, на их тип. И культура оказывает это воздействие без зеленой идеологии. Я думаю, хотя бы частичное ограничение экспансии капитала в отношении разрушения природы могло бы иметь еще более катастрофические, чем сейчас, последствия. Хотя, казалось бы, куда хуже. Но, видит Бог, злу нет пределов. Вот это короткое напоминание о ключевых моментах, о которых я тогда говорил. Соответственно, способ производства – это единство производительных сил и производственных отношений. А общественно-экономическая формация – это способ производства плюс политическая, идеологическая надстройка со всеми видами общественного сознания, которые, безусловно, богаче, чем идеология. Идеология – это общественное сознание как продукт политики. Ее Маркс и Энгельс по молодости лет совершенно справедливо назвали превращенной формой, формой, которая создает иллюзии другого, чем реальное содержание. В частности, либеральная идеология создает иллюзию того, что все люди в условиях рынка и капитала равны. У каждого есть равные возможности себя реализовать. Если кто-то беден, то потому что ленив, а если кто-то богат, то только потому что он активен, талантлив и предприимчив. Для марксиста достаточно очевидно, что это превратная, выворачивающая наизнанку реальность формы общественного сознания. Тем не менее, она очень широко распространена. И господствует. Вообще, господствующая идеология – это идеология господствующего класса. Тоже азы марксиста. К сожалению, не успеваю вместить все, что нужно. Ну а сегодня мы будем говорить о периодизации исторического развития. Во-первых, о формационном и цивилизационном подходах и о проблеме прогресса, регресса, революции, контрреволюции, реформы, контрреформ. Очень обширная повестка дня. Итак, о периодизации исторического развития. Мы сейчас будем работать в рамках формационного подхода. О цивилизационном, который вы хорошо знаете несколько позже. Да и про формационный на философском факультете вы должны были что-то слышать. Хотя бы краем уха. А может быть, кафедра Мамджана. Все-таки и про это рассказывает достаточно подробно. Ну а те, кто не знаком социальной философии, вам придется пока обойтись тем, что расскажу я, а потом читать серьезную литературу. Если читали, тогда все совсем замечательно. Итак, цивилизационный подход. В изложении стандартных учебников, особенно советских, существует пять общественно-экономических формаций и, соответственно, способов производства. Первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, буржуазный и коммунистический. Кажется, я не ошибся, вспоминая советский учебник. У Маркса ситуация немножко другая. Для него есть, безусловно, система первобытно-общинного строя. Не только для него, прежде всего, может быть, для Энгельса. Происхождение семьи, частной собственности и государства посвящено как раз разложению этой системы и возникновению классового общества со всеми его чертами. Он напоминает античный, который переименовали в рабовладельческий, феодальный, азиатский и буржуазный способы производства. Он, безусловно, пишет о коммунизме и социализме как его первой фазе, критика годской программы. И он и Энгельс пишут о будущем обществе как царстве свободы. Итак, несколько иное деление в работах, собственно, классиков. Появляется азиатский способ производства. Античный можно с некоторой толикой приближения. Тут нет, конечно же, равенства. Это же действительно рабовладельческий. Феодальный остается феодальным, буржуазный остается буржуазным. Но и с коммунизмом все не так просто. Маркс его способом производства, как таковым, не называет. Более того, он пишет, что это царство свободы, которое лежит по ту сторону, собственно, материального производства. О том, что это такое, мы чуть позже еще поговорим. Значит, что важно, что, на мой взгляд, более адекватной является характеристика, где есть первобытный общинный строй, действительно, который заканчивается родоплеменными союзами. Ну, если интересно, почитайте любой эпос. Какой-нибудь песнь Огайо Вать. Замечательное произведение Лонгфеллоу. Я специально говорю не только о российских реальных, чтобы мы к американцам относились достойно. Есть американский истеблишмент, на совести которых десятки миллионов, если не сотни задавленных, убитых или просто взорванных атомной бомбой людей. И есть американский рабочий класс, который нам дал 1 мая, и очень много других достижений. Есть великие художники, писатели, поэты. Так что надо это разделять. Так же, как и в России. Были цари, которые гробили до третьего населения, как великий Петр. Были великие умельцы, великие художники, великие революционеры. Не будем про это забывать. Итак, первобытный общинный строй, о котором я даже говорить сейчас не буду, хотя это очень интересно. Далее идут классовые общественные формации, в которых появляется экономический базис, появляется политическая надстройка, появляется идеология, появляются столкновения, которые многие считают доклассовыми, марксизм считает все-таки классовыми. И появляется огромное количество проблем. Действительно ли там несколько способов производства, или только один, но очень разный. Прежде чем говорить о том, как можно решить эту проблему, давайте прежде всего еще разочек напоминаю, вспомним, что и капитализм очень разный. Если посмотреть на Индию 19 века и на Великобританию 21 века, то сравнить их и понять, что это сходная система, или точнее часть единой мировой капиталистической системы, будет до чрезвычайности трудно. Индия – это помещики, касты в полуурабском положении, значительная часть общества, ручной труд, община весьма специфическая, ну и прочее, прочее. Англия 21 века – это страна с чрезмерным, я бы сказал, развитием некоторых либеральных идей, с одной стороны, достаточно сильным государственным регулированием, с другой стороны, элементами общественного образования, здравоохранения, с третьей стороны, в общем, очень непохожи. К чему это? К тому, что и добружуазный, если есть один способ производства, к чему я клоню, может быть очень разным, но иметь единое основание. Итак, по сути дела, для всех выделяемых в марксизме добружуазных способов производства характерны некоторые общие черты. Какие? Это ручные орудия труда и, соответственно, доминирование ручного труда. Источником энергии является что-то природное, лошадь, вол, вода, ветер на развитых стадиях, водяная и ветряная мельницы – это уже очень развитые системы античного, азиатского или, соответственно, феодального общества. Ну и, пожалуй, все. Это главные черты. Работник занят ручным трудом. Производственное отношение. Господствующий способ, при помощи которого производитель соединяется с потребителем – это натуральное хозяйство. Практически везде господствующая часть, большая часть населения живет в условиях, когда они сами производят и сами потребляют. Более того, производитель сам производит и источник энергии, выращивает лошадь или вала, или сам общиной строит мельницу. Я еще раз говорю, давайте пока забудем про позднее Средневековье и Рим нашей эры. Вот. О чем идет речь в данном случае? О определенном типе локации ресурсов или соединения работников со средствами производства. Нет, потребителей и с производителями. А вот как раз соединение работников со средствами производства – это в большинстве случаев та или другая форма вне экономического принуждения и личной зависимости. Это может быть рабство, это может быть крепостничество, когда раба наделяют землей и делают частично свободным, переходная форма к наемному труду. Это может быть поголовное рабство в азиатской деспотии. В Китае и во многих других случаях, где мы можем говорить об азиатском способе производства. Соответственно, если у вас к производительным силам, где есть ручной труд, добавляется необходимость ирегации, ирегация. Классический пример тот же Китай, хотя это появляется еще Китай, кстати, с ирегацией и государством это не только новая эра, но это и пара тысячелетий до этого, а может быть и больше, извините, давно занимался историей Китая. Так вот, если появляется ирегация, то появляется поголовное рабство, потому что нужна единая система организации труда и, соответственно, единая система эксплуатации в масштабах крупного региона, крупного сообщества, по сути дела, государства. Вот, вариация, да, вариация. Точно так же, как отличается европейское средневековье, особенно какого-нибудь лохматого века, до X века с одной стороны и блестящий двор Людовика XIV с другой стороны. Но, в принципе, то, что это и то, и другой феодализм, никто не спорит. А вот то, что может быть такие же вариации и другие, вот это интересный вопрос. Поэтому есть несколько вариантов добуржуазного, смысле, не добуржуазной системы. Вариант Маркса, античный, азиатский и феодальный способа производства. Вариант советского учебника, рабовладельческий, феодальный, азиатский способ производства терялся. Ну и вариант Бузгалина, даже Николганова Андрей Иванович со мной не согласен. То, что мы можем говорить о едином буржуазном способе производства, который, соответственно, имеет очень много пространственных и временных вариаций. И долгий период трансформации в капитализм. Кстати, когда мы вспоминаем средневековье по каким-нибудь прекрасным фильмам, то там всегда есть рынок, там всегда есть деньги и так далее и тому подобное. Особенно, если посмотреть голливудские боевики, где без денег жить никто не может по определению. Ну, во-первых, это кино, во-вторых, действительно, товарно-денежные отношения возникают в недрах до буржуазных систем, и тысячелетиями там живут, периодически превращаясь в локальных масштабах в отношении наемного труда и капитала, порождая торговый и ростовщический капитал, но не образуя устойчивого способа производства. И лишь начиная с 16 века победоносные буржуазные революции в Нидерландах, потерпевшие поражение революционные преобразования в Ренессанс на Италии, крестьянские войны в Германии, в Восточной Европе 16 века, реформация, последующие буржуазные революции в Великобритании, кстати, не забудьте, что там королям рубили головы без всяких проблем, и гражданская война шла десятилетиями, и ничего, совершенно нормальный, демократичный, либеральный строй возникал, пираты грабили всех, кого можно и кого нельзя, получая должности, должности, звания пэров Англии, лордов и так далее. Ну, а заодно еще и вешали бродяг, кровавое законодательство, это тоже часть истории английского капитализма и либерализма. Либерализм, как идеология этой системы. Естественно, в теории либерализм совсем другой. Ну, вот, марксизм, кстати, тоже можно многое припомнить, что под его именем или от его имени делалось в истории, но давайте не будем увлекаться. Так возникает система разных отношений до буржуазных и в которых развиваются, в порах которых развиваются отношения рынка и капитала. И трансформация идет долго, но трансформация потом. Однако, кроме этого, в марксизме есть еще одно членение, которое историческое периодизация, на которое я хотел бы обратить ваше внимание. Это периодизация, которую инициировал сам Маркс, которая затем проходит через работы марксистов-шестидесятников и западных, и российских, и которая принципиально важна, советских, извините, не российских, для, вот нас уже, российских марксистов, постсоветской школы критического марксизма. Это деление всей всемирной истории на предысторию, тоже выражение Маркса, и историю. У Маркса есть выражение, что капиталистической системой заканчивается предыстория человечества. И капиталистической же системой, по мнению Маркса, заканчивается царство необходимости. И рождается царство свободы. Рождается долго, мучительно, мы об этом сейчас будем говорить во второй половине лекции. В любом случае первобытный общинный строй и его разложение, рабовладение, феодализм в одной версии, античный, азиатский и феодальный способ производства в другой версии, единый добуржуазный способ производства в третьей версии, плюс капитализм, это три или четыре слагаемых соответственно царства необходимости. коммунизм с точки зрения советского учебника новой общественно-экономической информации, с моей точки зрения правомернее о нем говорить как о царстве свободы, это уже нечто качественно новое. Это скачок человечества по ту сторону материального производства, по ту сторону отношений социального отчуждения, в отношения, где ассоциированные производители совместно творят свою историю, ну или как написали Маркс и Энгельс в манифесте коммунистической партии, где свободное развитие каждого есть условия свободного развития всех. Все-таки не удержусь скажу нескольких слов про коммунизм и царство свободы, но не могу я по-другому. Прежде всего качественный скачок в развитии производительных сил и переход по ту сторону материального производства. Автоматизированная система машин выполняет репродуктивный труд, человек занят творческой деятельностью. Мой коллега англо-канадский профессор Алан Фриман назвал труд человека в этом будущем обществе, рождающемся сегодня, немашинизируемой деятельностью, деятельностью, которую не может делать машина. Проблему искусственного интеллекта я пока оставлю в стороне, поскольку все мои столкновения с искусственным интеллектом привели меня к убеждению, что он туп, ну или я очень туп. Всях случаев мы не понимаем друг друга категорически. Это так, ладно, шутка. Если говорить серьезно, то вот это видение будущего, где человек занят собственно творческой деятельностью, это принципиально важно, потому что это качественный скачок. Все остальные общественно-экономические системы, способы производства основываются на репродуктивном труде человека. Только не говорите мне, что сейчас в капитализме XXI века много творческих профессий и креативный класс это треть населения. Совершенно верно. Точно так же, как в позднем феодализме было очень много торговцев и даже наемные работники, и рынок был развит, и крестьяне кое-что уже продавали, даже крепостные. Но тем не менее, это был поздний феодализм, в недрах которого рождалось новое общество. Так и здесь коммунизм рождается в недрах капитализма. Это царство свободы идет на смену всей общественной экономической системе, основанной на отчуждении, и родоплеменному строю, и феодально- рабовладельческим отношениям, и деспотическим подчинениям всего населения как тотальных рабов, и капиталу, рынку, и всему остальному. В то же время, безусловно, коммунизм наследует, он диалектически отрицает все предшествующее развитие человечества. Это система, которая вбирает в себя все достижения мировой культуры. Более того, есть знаменитые выражения Карла Липных, Владимира Ульянова, современных философов XX века, ну как современных, для вас уже прапрадедушек, Злобина, Межуева, и многих других, Ильянкова, для которых коммунизм это культура, а культура это коммунизм. Вот это наследуется. Шекспир это коммунизм, Толстой это коммунизм, Эйнштейн это коммунизм, Эвклит это коммунизм, ну и так далее. Почему, я сейчас объясню. Второе, он наследует лучшие достижения прошлого. Вот, я на секунду отвлекусь, мы уже работаем там полчаса, у нас некая толика джентльменов присутствует, и даже не численно, нет, он, наверное, доминирует все-таки, да. Вот скажите, джентльмен, как вы думаете, что все-таки правильнее для настоящего мужчины, если хулиган оскорбил вашу даму, съездить ему по физиономии, ну или в крайнем случае вызвать на дуэль, или подать на него в суд за оскорбление, наняв адвоката, чтобы ему присудили штраф. Вот, меня все-таки тянет на первое решение, хотя оно феодально, добуржуазно и так далее, какое-нибудь еще античное, да, а вот нанять адвоката и подать в суд, это нормальное цивилизованное решение буржуазного общества. Ну, как-то нехорошо, да. Вот, благородство, честь, мне кажется, это то, что можно и должно, служение, это то, что, безусловно, чищено от феодального порабощения, от азиатской деспотии и всего остального можно считать частью будущего мира. И даже из рода племенного строя, обычаи, принести племени самую вкусную антилопу и за это героическому Чингачгуку все племя будет благодарна и будет его славить на общем празднике, а лучшая девушка будет мечтать, чтобы он ее полюбил. Мне кажется, в этом тоже что-то есть, хотя антилоп убивать нехорошо и мне их жалко. Ну хорошо, мы сделали маленькую паузу. Точно так же, как и буржуазная система с развитым индивидуализмом, она ведь освобождает человека от зависимости от корпорации, от родоплеменных традиций, от многого другого. Хотя вместе с этим разрушает огромное количество человеческих достижений, хотя бы ту же честь и ту же семью и многое другое. Вот, поэтому пойдем дальше и все-таки про коммунизм как-нибудь отдельно мы с вами поговорим. А сейчас о том, что вот эта периодизация царства необходимости, царства свободы принципиально важна, ибо сегодняшнее движение к будущему в современном марксизме, марксизме 20-21 века мыслится не просто как ликвидация эксплуататоров, переход от рынка к плану, но и как освобождение человека от всех других форм отчуждения. Это решение проблемы эксплуатации природы, это решение проблемы неравенства гендерного между мужчиной и женщиной и не только. Это проблема снятия политической системы, подчиняющей человека власти бюрократии, но если говорить о капитализме, то еще и власти денег, власти капитала. Это проблема ухода от идеологического манипулирования, это снятие религии как отчужденной формы общественного сознания, это освобождение человека по всем направлениям его социального бытия и рождение нового общества. Общество, в котором на место рынка приходит свободное распределение чего? Культурных благ, все, что можно раздавать не теряя, не должно продаваться. Вот поэтому я сказал, что коммунизм это культура. В культуре вы раздаете не теряя и ничего не продаете. Ну, если, конечно, вы не превращаете культуру в разновидность рынка или в разновидность идеологического манипулирования и так далее, да? Но подлинная культура она бесконечна, неуничтожима и бесплатна. Это коммунизм. Вот бытие в культуре, в образовании, здравоохранении, науке, искусстве, творческом диалоге людей, которые меняют свое общество в социальном творчестве и так далее. Вот это самое простое определение коммунизма, и оно же совпадает с определением коммунизма как пространство творческой деятельности. То, что такое культура, это творческая деятельность, творческий человек, и произведение культуры как результаты деятельности творческого человека все собственно говоря проблем снята все что надо делают машины очень много вещей не хочется потому что неинтересно точно так же как сегодня к тесты особенно живешь на природе очень много воздуха не хочется он сам собой есть и есть огородить его совершенно зачем воздух огораживать вот когда любую вещь ты можешь синтезировать все дома на 3d принтере ну зачем тебе полный шкаф каких-то вещей но может быть любимая курточка старый пловер которым ты сидишь это просто помнил один из фантастических фильмов один из героев которого носил все время старый растянутый пловер который ему достался катя от кого-то и так далее связанные вручную но там пловер растянутый был произведением любви потому что любимый человек его когда-то сделал в детстве тут совершенно другой да это не вещь это феномен культуры как старая книга хорошо поехали дальше значит это был первый вопрос про периодизацию способы производства общественно-экономические формации царство свободы царств необходимости второй вопрос очень интересный это проблема соотношения цивилизационного информационного подхода ну традиционный подход вы знаете тойнби и многие другие великие трактаты очень коротко различие цивилизационного информационного подхода обычно объясняют так если вы хотите понять чем китаец я не знаю второго тысячелетия до нашей эры отличается от китайца 21 века то вам нужен формационный подход если вы хотите понять чем китаец отличается от француза вам нужен формационный подход ну и предполагается что француз как всегда француза китаец всегда китаец вот насчет то что китаец всегда китаец может быть насчет то что француз всегда француз я лично не уверен рано как и с китайцами тоже потому что когда ты видишь китайца на рынке то от француза на рынке он практически не отличим когда ты видишь китайского собственника капитала в Африке, то от французского собственника капитала в Африке он тоже ничем не отличим. Когда ты видишь китайского рабочего у станка или на конвейере, то его поведение удивительно похоже на поведение французского в данном случае вряд ли, там все-таки несколько более цивилизованного, какого-нибудь бразильского рабочего на абсолютно другом полюсе земли, вот так вот споткнуть земной шар насквозь, только вместо Китая полудить Бразилия. Точно так же. И та же Бразилия наполнена теми же людьми, теми же проблемами, когда на всемирном социальном форуме собираются представители экологов, представители профсоюзов, образованцев, извините, это сленг нас внутренний, образовательных движений, молодежных движений, социал-демократы, троцкисты, сталинисты, анархисты, зеленые и в полосочку, они, вот зеленые китайцы, зеленых бразильцев понимают очень хорошо, зеленые бразильцы, своих красных бразильцев понимают гораздо хуже, понимаете, хотя, вроде бы, говорят, одни на абсолютно разных языках, а другие на абсолютно одном и том же. Одни португальском, другие китайском. Поэтому тут все не так просто. Это я просто, ну, как вам сказать, вы уже догадались, небольшой адепт цивилизационного подхода. Но, что важно, цивилизационный подход делает акцент на том, на чем советские учебники марксизма, подчеркиваю, учебники, да и сам Маркс, акцент не делали на религии и культуре. И в большинстве случаев они соединяют людей в цивилизацию по признакам, игнорирующим, лежащим вне пространства производственных отношений, вне пространства политики, идеологии и значительной части производительных сил. Ну, идеология частично затрагивается. Давайте, вот, все-таки положим в основу формационный подход. Вы как-никак слушаете основу социальной философии марксизма. И, исходя из этого, попробуем развернуть эту цепочку. Значит, что в производительных силах видит цивилизационный подход? Он видит природу и пространство. И действительно, необходимость ирригации и единая поневоле территория Китая заставляет постоянно, в ответ на раздробленность, генерировать единое царство. Потому что объективная необходимость к этому подталкивает как только чиновники или вассалы, я не знаю, как их правильнее назвать, я не помню китайскую историю, я уже осознался в своем страшном грехе. Начинают очередную борьбу за власть и делят царство на огромное количество независимых государств. Возникает безумное количество проблем с воспроизводством производительных сил, кушать нечего. И, соответственно, возникает необходимость централизации какой-то один из этих деятелей, подчинив одних, заключив в союз с другими, предав третьих и подослав убийц к четвертым. В данном случае я пересказываю историю, которую все-таки изучал немножко. Что делают? Создают единое государство. Потом, вообще говоря, на уровне производительных сил доиндустриальной эпохи единая система даже с ирригацией держится плохо. И феодальные или азиатские, основанные на натуральном хозяйстве и неэкономическом принуждении производственные отношения мало способствуют созданию единой централизованной политической системы в больших масштабах. Раздробленность работает проще. Соответственно, система начинает распадаться, поскольку рынка единого движения капитала, единого движения товаров, единого движения рабочей силы нет. народ сидит на своей земле и большую часть продукции производит в рамках натурального хозяйства, а выпороть можно и в деревне, не создавая единый рынок рабочей силы. То, соответственно, формируется система, где снова возникает центробежные силы. Точно как это происходило в Западной Европе, в Китае, да и в Японии. Ну и на каком-то этапе снова. все это восстанавливается и так далее. Но, тем не менее, ирригация это другие производительные силы, они формируют немного другую систему вот этого добуржуазного способа производства. Если говорить о политике, то демократии в добуржуазной системе, в системе, я не знаю, Индии, Китая, Японии, что-то не видно, равно как в большинстве случаев и в Западной Европе. Однако, в каких-то случаях исключения возникают. Один из примеров это античная Греция, республиканский Рим и так далее, которые, собственно, это и подарили. Это интереснейшие исключения, которые одновременно рождают и некий прообраз будущего общества и строятся в значительной степени на том, что свободные люди строят свои отношения в этих системах в значительной степени на основе отношений рынка. И, соответственно, рождается прообраз либеральной демократии. Но загадок в добружесных системах очень много. А вот капиталистический способ производства это страшный каток, который нивелирует всех. Достаточно посмотреть даже в сфере культуры современные китайские боевики. Кроме нарядов антуража языка от голливудских они практически ничем не отличаются, равно как и российские, бразильские, индийские. Ну, в индийских песнях больше поют. А так в остальном все тоже мордобитие. Хороший герой долго убегает от злых героев, в конце концов, либо убегает с сумкой золота, либо разбивает морды всем, кто плохие герои, с любимой девушкой. Вот все. Это может происходить в космосе, это может происходить где угодно, мало что меняется. Извините, я отвлекся, но все-таки суббота утром. Итак, культура действительно очень сильно различается. Культура, язык, традиции, поведение, религии выглядят очень различными, хотя опять-таки системы обычно развиваются таким образом, что на определенном этапе на смену множеству богов приходят единая по сути мировая религия, которая создает свои правила игры. И здесь, как ни странно, для определенных систем возникает много общего диктуемого производительными силами, производственными отношениями и соответствующей политической системой. Я приведу только один пример, который меня лично очень давит психологически. Образно его назвал хиджабы на лисейских полях. Знаете, когда вы идешь по Шон-Залезе, вам навстречу движется толпа женщин закутанных, так что одни глаза выглядывают, возникает какой-то культурный диссонанс. И первое ощущение, что да, культурный диссонанс, совершенно разные культуры. В большинстве случаев там правда просто платок, плотно закрывающий волосы, уши, лоб, в общем-то часть лица видна. По-моему, это и есть хиджаб, я путаю, где паранжа, где хиджаб, где чедра. Надо выучить. Вот. Но потом в русском музее я посмотрел на картины Венецианова. Там вполне себе русские крестьянки в поле. Вы знаете, они в хиджабах. У них платок, в котором плотно закрыто все, кроме кусочка лица. И курсовод стоит и объясняет, что женщины работали в поле, яркое солнце, пыль, мыться было невозможно, волосы длинные, стричь было невозможно, поэтому единственный способ был вот так закутаться, чтобы хоть как-то немножко сохранить себя от пыли, зноя и всего остального. Вот вам хиджаб. Вообще, в большей степени вот эта мусульманская традиция, это просто сохранившаяся до 21 века средневековье, если говорить на языке Европы, если говорить на языке формационного подхода, до буржуазной системы производственных отношений, соответствующие политики, идеологии и господство религии, которое соединяло в себе тогда, до буржуазной системе, все формы общественного сознания. Религия была искусством, религия была наукой, религия была идеологией, религия была религией. То есть, все, что сегодня дивергировало, появилось, вот смотрите, есть религия, есть идеология, есть искусство, есть наука, есть образование. Если мы смотрим на до буржуазную систему, что у нас есть? Религия, искусство, религиозная, наука, религиозная, факультеты теологии, и теология в качестве единственной серьезной гуманитарной науки, а естественной науки нет, если говоришь, что земля круглая, тебя что делают? Ну, хорошо, если не сжигают, образование при церквах, в монастырях, ну и так далее. Вот такая история. Соответственно, вот эта форма, она и доминирует, форма до буржуазной системы, форма общественного сознания до буржуазной системы. Поэтому очень многие тайны, так называемых, культурных различий оказываются тайнами различных общественно-экономических формаций. И оказывается, что хиджаб, паранжа или чедра это не часть культурной традиции, хотя это и часть культурной традиции. Вот эта часть культурной традиции, порожденной до буржуазной системы общественных отношений, вплоть до производительных сил, которые требовали женщине закутывать лицо, иначе она толком не могла работать в поле. Естественно, культура трансформирует вот эту производственную необходимость, и все усложняется, обрастает специфическими мифами, догмами, наоборот, художественными образами, но тем не менее, вот происхождение такое. Возможно, кто-то меня сейчас очень сильно будет ругать, но я к тому, что мы можем тем самым говорить благодаря формационному подходу, в отличие от цивилизационного, о прогрессе и регрессе. Я вас подвел к третьему вопросу. Итак, третий вопрос это прогресс и регресс. Вот смотрите, если мы говорим, что каждая цивилизация по-своему цивилизована, то дальше остается просто зафиксировать это и вопрос о том, какая из них прогрессивнее, какая регрессивнее, становится совершенно неправомерен. Подчеркну, для культуры да, вопрос о прогрессивности и регрессивности неправомерен. Сказать, кто более прогрессивен, Гомер или Кавка, не знаю, хотя у меня лично Кавка не очень близок с его людьми, тараканами или клопами и так далее, но это уже второй вопрос личных предпочтений. А вот говоря о всех остальных параметрах человеческой жизни, мы можем говорить о прогрессивности и регрессивности. Мы можем сказать, что экономическая система, которая воспроизводит рабство или крепостничество или поголовное рабство, менее прогрессивна, чем та, которая основана на наемном труде. Да, наемный труд создает огромное количество тяжелых последствий, да, эксплуатация наемных работников тоже чудовищна, особенно на ранних этапах развития капитализма, но это не рабство и не крепостничество. Человека как скот не продают, не убивают и так далее и тому подобное. Да и живет он хоть немножко, но подольше. Я специально сделал паузу. Мы можем говорить о том, что общественные отношения рынка более прогрессивны, чем натуральное хозяйство. Хотя в каких-то случаях, наверное, хочется выращенную на своей собственной даче картошечку или помидорчик. почему-то мне кажется, что перейти сегодня к натуральному хозяйству и каждому дать возможность выращивать картошечку и никакой другой картошечки ему никогда не давать, система будет несколько странной. Не говоря уже проблем. Хорошо, поехали дальше. Значит, мы можем говорить о прогрессе в производительных силах, мы можем говорить о прогрессе в производственных отношениях, мы можем говорить о прогрессе в политической системе, потому что абсолютная монархия, а тем более раздробленность феодальная или раздробленность та, которая была в азиатском способе производства, если это был азиатский способ производства, скажем, в том же Китае, и так далее, это менее прогрессивный, чем демократическая единая система. Мы можем говорить о том, что война, как универсальный способ обмена деятельностью, менее прогрессивный, чем торговля, а феодализм европейский, это война, как способ обмена деятельностью. Пошли в крестовый поход, награбили, пошли на неверных, награбили, отправились объяснить соседу, что он неблагороден, и у него что-то там с честью не так, ограбили, ну и так далее. У соседа ограбить не получилось, ограбили дополнительно крестьян, придумав побор какой-нибудь новый совершенно. Все-таки система, когда торгуют, тоже, конечно же, приводит к колониализму и всему остальному, но несколько более прогрессивно. То же самое мы можем говорить об идеологии. Дальше встает вопрос, очень важный вопрос, а каков критерий прогресса? Прежде чем говорить об этом критерии, хочу подчеркнуть, что для современной философии понятие прогресса является чуждым. с конца двадцатого века исчезает, и к настоящему моменту практически исчезло из языка философии. Остаются некоторые монстры, некоторым из них по 20 лет такие, молодые, эти очень прогрессивные, ну, видите, вот опять прогрессивные, продвинутые, давайте скажем, монстры, которые считают, что этот прогресс есть. Однако методология позитивизма и постмодернизма эту тему убирает. Я вам об этом не раз говорил, сейчас останавливаться не буду. Цивилизационный подход, как правило, тоже проблему прогресса убирает, просто выводит за рамки рассмотрения. Этот критерий, то есть эта категория, соответственно, этот способ осмысления действительности и преобразования действительности, что очень важно, исчез из экономической науки. Говорить о том, что более или менее эффективно, можно, где выше или ниже темпа экономического роста, можно, но говорить о прогрессивности, такого вы не встретите в неоклассической экономической теории. Это может быть либо в марктизме, либо в каких-то близких к ним гетеродоксальных экономических направлениях. Вот такая история. Поэтому не удивляйтесь тому, что если вы начнете пользоваться категорией прогресса, на вас будут смотреть, как на старомодное существо, вылезшее из сундука, прабабушки, пахнущие нафталином. правда, не знаете, что такое нафталин, но это не важно. А, должны знать, говорит мой коллега Павел, ну, вы химик, вы могли, да, нафталин это то, при помощи чего боролись клопами, а клопы это то, что мешает жить, если у вас очень скромные и непрогрессивные условия бытия. Вот, кстати, если вы спросите любого постмодерниста, прогрессивный или непрогрессивный, если ему вовремя не выплачивают зарплату, он, я думаю, точно скажет, что это непрогрессивно, и что это вообще зло. Хотя перед этим скажут, что критериев добра и зла никаких нет, да? Вот вообще-то нет, но когда они платят зарплату, это явное зло. Я с этим сталкивался лично. Хорошо, это опять-таки шутка. Критерий прогресса. Критерий прогресса задается, опять-таки, ничем иным, как пониманием, материалистическим, диалектическим пониманием истории. Смотрите, если основа развития общества это производительные силы в единстве с производственными отношениями, то, соответственно, мы получаем критерий прогресса. Если производственные отношения способствуют развитию производительных сил, они прогрессивны. Или, точнее так, в той мере, в какой производственные отношения способствуют развитию производительных сил, они прогрессивны. Еще раз, в той мере, в какой производственные отношения способствуют развитию производительных сил, они прогрессивны. Вот вам, пожалуйста, первый критерий прогресса. Соответственно, мы можем сказать, что производственные отношения, которые вызывают к жизни, развитие Электричество прогрессивнее, чем те, которые вызывают в жизни необходимость использовать энергию вала или, в лучшем случае, ветра. Вы можете сказать, посмотрите, сколько страшных аварий из-за электростанции. А если добавить к этому еще ядерную энергетику, то вообще будет кошмар, да? Да, критерий прогресса неоднозначен, если мы смотрим исключительно на технологическую сторону. Но дальше нам надо вспомнить, что, во-первых, главной производительной силой является не станок, и не волк, и не мотыга, а человек. Раз. Поэтому развитие человека – это важнейший критерий прогресса производительных сил. Два. Актором производственных отношений является человек. Человек, как работник, человек, как собственник, человек, как раб, человек, как наемный рабочий, человек, как капиталист, человек, как феодал, человек, как деспот. В любом случае, человек. Соответственно, вот дальше я уже делаю некую передержку. Тут прямой логики нет, надо длинно объяснять, я объяснять не буду. Значит, принимайте как аксиому в рамках марксизма. Соответственно, чем выше мера свободы человека, тем прогрессивнее производственные отношения. Чем выше мера свободы человека, тем прогрессивнее производственные отношения. Дальше остается маленькая заковыка. А что такое свобода? Выдумка либеральной идеологии или что-то другое? Смотрим на фундаментальное противоречие человеческой истории. Двигателем истории, развития является противоречие. С одной стороны, человек есть ансамбль общественных отношений. Продукт, детерминированный, господствующий общественной системой. Человек есть продукт производительных сил. Он либо 12-14 часов в поле и занят ручным трудом, предаток к валу, да так условно. Либо он предаток к станку и конвейеру. Либо он занят свободной творческой деятельностью, как ученый, художник, педагог и так далее. Человек – продукт системы производственных отношений. Он часть общины и вне общины не живет. Изгнали из общины – ты все, лучше умереть. Изгнали из цеха – ты не можешь ничего производить. Человек, как винтик, общины, корпорации, рода. Либо лишили дволенина родового имени, он никто. Его превратят в крепостного или просто ограбят и убьют. Либо человек – это рыночный актор, которому надо как можно больше денег и желательно как можно меньше работать. Ну, я немножко утрирую. Либо человек – это свободный индивид, который в каком-нибудь, я не знаю, в прекрасном творческом коллективе занимается саморазвитием за государственный счет, получая денежки из государственного бюджета. Но это не про современную Россию, естественно. За небольшим исключением. Человек – продукт, господствующий системы. Одна сторона медали, вторая сторона медали. Человек – творец истории. Общественный человек – это тот, кто совершает революции, кто делает реформы, кто тормозит общественное развитие, кто инициирует контрреволюции, контрреформы, становится генератором реакции, такой, как фашистские перевороты. 20-й век им наполнен. Общественный человек – не личность, хотя роль личности в истории – интереснейшая тема. Не личность, а общественный человек, человек, объединенный в социальную силу. Силу капитала, силу политической партии, силу феодального клана, армии и так далее. Вот это противоречие человека-творца истории и человека-функции, раба истории, оно лежит в основе развития исторического. Противоречий вообще источник развития или саморазвитие, о чем я вам говорил в первых лекциях в рамках марксистской методологии. Соответственно, освобождение человека – это возрастание его исторической свободы, свободы творить истории в соответствии с познанными законами этой истории. И критерием прогресса становится что? Мера освобождения человека от власти внешних сил, сил отчуждения. Мера продвижения к свободному творчеству исторических, социальных и не только феноменов в соответствии с закономерностями, которые этот общественный человек познал, человек-творец познал. Творение мира по законам культуры. Соответственно, мы определяем, что такое свобода, и мы определяем, что такое прогресс. Прогресс – это продвижение к царству свободы. Царство свободы – это пространство, время, в котором человек действует как свободный человек. Соответственно, свобода – это возможность творить историю, материальную, культурную, я бы сказал, духовную, да? Давайте так даже. Творить историю и материальную, духовную культуру. Так будет понятнее. Творить историю, материальную, духовную культуру в соответствии с законами, объективными законами развития, которые вы в определенной мере познаете. Деятели просвещения в какой-то момент познают мир и приходят к выводу, что монархии и сословные неравенства устарели, а демократия и равенство всех перед законом – шаг вперед. Что религиозное мракобесие, утверждение, что земля плоская, треугольник А, Б, С подобен треугольнику А, Б, С по велению Господа – это все-таки тоже мракобесие. И что запрет художнику писать что-либо, кроме воплощения церковных и религиозных сюжетов, это тоже мракобесие. И они становятся идеологами чего? Буржуазных революций и реформ. Где-то это продолжается столетиями, где-то это происходит в течение десятилетий. Во Франции революция 1789 года и Марсельеза – это до сих пор национальный праздник Франции. У них самый главный праздник – это день взятия Бастилии. Это разрушение символа феодальной системы. Тюрьма. Вот вам, пожалуйста, общественный человек, который свободно творит историю в соответствии с познанными законами. Я специально не брал примеров социалистических революций, чтобы не вводить сразу в пространство очень жестких дискуссий. Хотя вы найдете немало идеологов, мыслителей, художников, которые вам скажут, причем либеральных, что самое интересное, мне это очень нравится, которые вам скажут, что революция – это зло, французская революция – это зло, Кромвель – это зло, видимо, Глориус революшн в Соединенных Штатах – тоже зло. Зачем они устроили бойню, освобождаясь от статуса колонии? Причем воевали-то с кем? Ведь с цивилизованной, демократичной Великобританией. Ну, ужас, чего эти американцы затеяли войну с культурными, либеральными, демократичными англичанами? По что они боролись за независимость? Для них это День Независимости до сих пор, как, величайший праздник, и даже фантастический фильм про победу над пришельцами сделали. Кстати, вот на секунду отвлекусь, посмотрите американский фильм День Независимости. Это чудо просто. Ну, сюжет предельно прост. Прилетают пришельцы, соответственно, они плохие, они порабощают Землю, ну и, соответственно, побеждают их герои. Причем герои-одиночки обязательно, что очень важно, да? Но все толерантно, и все в соответствии с идеями уже современного либерализма. Один черненький, другой беленький, кто-то еще еврей, кто-то еще кто-то, феминизма добавили, первая леди обязательно там, на первом плане тоже, такая мать Тереза, спасающая человечество. В общем, все так очень по правилам. И в конце концов, главный бравый пилот, правда беленький, влетает куда-то внутрь самой большой тарелки, и ее изнутри взрывает. И все это происходит в День Независимости Соединенных Штатов. И все человечество благодарно Соединенным Штатам за их спасение, потому что вот честно выдержанный в духе идеологии либерализма пилот, бравый пилот ВВС США победил всю беду человечества. Я представил себе, что в Советском Союзе во времена Леонида Ильича Брежнева сделали бы фильм, когда прилетели страшные пришельцы. И вот героический Леонид Ильич Брежнев и его жена, значит, стоят во главе всего человечества, чтобы их спасти. И вполне толерантный советский Кать Ваня Иванов на миге, какой там, 29, перехватчик высотный или еще какой-то, я не знаю, значит, атакует тарелку, сбивает, забирается в эту тарелку вместе с Хабибулиным. И они, значит, браво взрывают всю эту самую чертову инопланетную штуковину. И 7 ноября, день Великой Октябрьской Социалистической Революции, становится Днем Освобождения Человечества. Я думаю, в Советском Союзе бы над этим смеялись, как над тупой идеологической поделкой, грубее которой придумать невозможно. А у нас эту штуку схавали, как говорят сейчас молодое поколение. Практически все, в том числе и мы, выросшие в Советском Союзе. Я даже говорил с людьми, которые это смотрели, как большинство даже не осознал, насколько тупая идеологическая пропаганда. Но это вот к вопросу об искусстве, как идеологии. Так, на секунду отвлекайся об арктистском взгляде на художественные произведения. Ну, извините, я ушел в сторону. Значит, по сути дела, мы с вами сейчас живем в пространстве третьего вопроса, который, он очень спорный, этот вопрос, понимаете, вопрос спорный, нонсенс, это не тавтология. Но, тем не менее, значит, это вопрос о прогрессии и регрессии. И когда мы говорим о прогрессии и регрессии, невольно встает проблема, которую я вот только что поставил. Так сказать, проблема свободы и творения истории. А тем самым и проблема царства, свободы, пространства и времени, где люди живут по законам социального освобождения, по законам социального творчества. Мы, по сути дела, замыкаем такой вот круг и возвращаемся к тому, с чего мы начали с вами наш сегодняшний разговор. Мы возвращаемся к проблеме общественно-экономических формаций, скачка из царства необходимости в царство свободы, ну и коммунизма. Бузгалин не был бы Бузгалином, если бы не закончил все, рассказом про то, как прекрасен коммунизм. Я чуть-чуть улыбаюсь, на самом деле это очень серьезно. Потому что в этом случае, вот при таком взгляде на всемирную историю, мы понимаем, что человечество объективно и субъективно движется в определенном направлении. Но что важно, движется зигзагами. Это в общем и целом прогресс. Вверх. Ну, я бы сказал влево, да, я не знаю, как у вас будет на экране. У меня это получилось вправо, наверное, я бы должен был пукать вот так. Но при этом движется зигзагами и включает это историческое развитие и прогресс, и регресс. Вот я еще один момент ввожу в вопрос о прогрессе и регрессе. Момент регресс. В работах Маркса и Энгельса прямо вы это не найдете, хотя, скажем, в их текстах, посвященных политическим проблемам, скажем, 18-й пример Луи Бонапарта, немало сказано о реакции. Очень интересно написано об этом в работах Ленина, посвященных новой экономической политике, где он говорит о необходимости временного отступления. О реакции он писал очень интересно и методологически точно в связи с наступлением реакции после поражения революции 1905 года, Первой русской революции. Но, тем не менее, прямо эта тема не рассматривалась и в учебниках исторического материализма обычно либо вообще игнорировалась, либо не акцентировалась. Вот одна из особенностей постсоветской школы критического марксизма, это обращение к проблемам регресса, реакции контрреволюции, контрреформ. Мы выросли в эпоху разрушения Советского Союза и для нас эта тема естественно стала на удивление очевидной и душевно, сердечно, не только умственно важной. Мы потеряли родину, потеряли очень много. Вот. И вот этот поворот он принципиально важен. Поворот к пониманию зигзагообразности истории, возможности не только движения вперед по пути освобождения человечества, но и по пятнах движений, по пути нарастания отчуждения. Соответственно, борьба двух противоположных тенденций, раз отчуждения отчуждения, отчуждения подчинения человека внешним независимым его силам, подчинения силам рынка, капитала, бюрократии и так далее. Вплоть до фашистских диктатур, рабства и всего остального. Раз отчуждения, снятие этого освобождения. Наемные рабочие создают профсоюзы, шопоголики понимают, что можно заниматься чем-то, кроме того, чтобы бродить по супермаркетам и так далее и тому подобное. Люди возвышаются до борьбы за спасение природы, до движения социального освобождения, борьбы против фашизма, против колониализма и прочее. То есть, делать то, что должен делать человек. Включаются в процесс социального освобождения. Вот эти две линии отчуждения и разотчуждения это две линии социальной борьбы, это вечное противоречие царства необходимости, предыстории. И царство свободы это снятие этого противоречия, рождение новых противоречий. Я вам уже говорил, коммунизм это не рай, там своих противоречий хватает. Кто-то в кардебалете танцует, кто-то солист, вот вам, пожалуйста, противоречие коммунизма. Но, тем не менее, мы снимаем противоречия мира отчуждения при переходе к будущему, к царству свободы. Движение к нему нелинейно. И 20-й и 21-й век это продемонстрировало со всей силой. Сколько раз побеждали, причем часто на парламентских или президентских выборах, левые силы начинали идти по пути социализма и в Испании, и в Латинской Америке, и в странах Азии. В ответ фашистский переворот. Вот вам, пожалуйста, диалектика революции и контрреволюции. Прогресса и регресса. И здесь без этого критерия не обойтись. И более того, когда вам очень многие сторонники постмодернистской методологии будут говорить об отсутствии прогресса и регресса и критерии прогресса и регресса, предложите им превратиться в крепостного или раба и заняться строительством пирамид за похлебку чего-нибудь, которое, может быть, дадут, а может быть, нет. Если будешь плохо работать, тебя плетью по спине пока не сдохнешь. Или лучше все-таки в университете преподавать постмодернируем. Это будет просто индивидуальный выбор, потому что у него такое общественное сознание, или он все-таки согласится, что это общественный прогресс. Между тем, от одного до другого всего несколько тысячелетий, или, если хотите, несколько тысяч километров, потому что сегодня такой рабский труд используется в ряде регионов земного шара. Где именно, кого именно, сейчас не будем уточнять. Вот такие дела. Можно предложить ему отправиться в фашистский концлагерь, тоже можно заниматься свободным творческим мышлением, без проблем, работать себе в каменоломне, может, газовую печь отправить, ну, подумаешь, какая разница, прогресса и регресса же нет. Какая разница? Аушвиц, Майданок, Бухенвальд, или какой-никакой, но венский, берлинский, то есть какой-нибудь, я не знаю, университет, Сорбонна, Кембридж. Разница никакой, никакого прогресса, никакого регресса. Вот такие дела. Я не случайно об этом сказал, давайте здесь поставим многоточие. Кембридж. 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 Кембридж.